Добрый день! Продолжаем разговор на тему об осознанности. На эту тему продолжать разговор можно до тех пор и нужно, пока состояние осознанности не станет постоянным присутствующим состоянием, или даже пока мы сами не станем этим состоянием, не превратимся в состояние осознанности. Ну что такое осознанность? Некоторые говорят об этом, что это состояние здесь и сейчас, то есть состояние присутствия в моменте, в этом помещении, в котором нахожусь, или на улице, где нахожусь. То есть это состояние здесь и сейчас. Некоторые говорят о том, что это состояние спокойствия, то есть характеризует его как состояние спокойствия. Тишины ума, тишины души. Может быть. Может быть. Но есть ведь и некоторые нюансы. Например, если мы читаем очень красивое стихотворение, и оно нас захватывает эмоционально, оно будоражит нас, и наш интеллект, то есть наше ментальное поле, и наше эмоциональное поле начинает буквально пропитываться этими чувствами, то тогда вопрос такой, «А как же насчет состояния спокойствия, о котором говорят?» Да, состояние осознанности характерно. Это состояние, скажем так, спокойствия. Но более правильно будет сказать, что это состояние спокойного осознания того, что происходит со мной в данный момент. Например, даже в данный момент при чтении этого стихотворения, которое взбудоражило и ментальные мои какие-то ценности, эмоциональные соответственно, потому что это все взаимосвязано. Вот спокойного, осознанного, осознанного наблюдения, как бы или отслеживания вот этого момента в самом себе. Вот, пожалуй, вот это будет ближе к четкому пониманию, что такое осознанность. Что такое осознанность? Осознанность – это то состояние, которое дает нам быть неуправляемым кем-то. И оно дает нам возможность самим управлять или кем-то, если нужно, или чем-то. Поэтому это состояние, по сути дела, состояние мага, режиссера своей жизни. Так вот, стоит ли продолжать заниматься темой осознанности? Я продолжаю делать эти свои выступления, которые вы сейчас слушаете, и подпишитесь, чтобы всегда было под рукой. И делаю, и работаю, и наработанный вебинар-тренинг, как улучшить качество жизни и осознанность через роли. Это тоже у меня сделано, работаю и продолжаю. Так вот, давайте перейдем чуть-чуть, несколько слов скажем о том, что такое же осознанность через роли. А это вот, что есть состояние осознанности, которому я дала сейчас понимание. Такое понимание, в котором постаралась даже где-то, может быть, и не то, что вас там убедить или переубедить, а дать глубже понимание этого состояния, чтобы знать, к чему прийти. это не просто состояние спокойствия, а это состояние отслеживания, даже своих состояний. Это состояние отслеживания того, что мне дают, и стоит ли это брать, и что даю я, и в чем смысл того, что я сейчас транслирую и даю. как раз вот это о ролях. Мы все находимся в каких-то ролях, дома в какой-то роли, роли мамы, роли родителя. А что даю? Что мне транслируют? Они заставили ли мои дети уже вестись на них? Отслеживается ли это в состоянии, в состоянии понимания данного момента? Точно так же мы в каких-то ролях находимся и присутствуем на работе. В чем смысл, если осознается, в чем смысл того, что я делаю? Что это дает? Почему это так важно работе моей? Осознаю ли я? На что я работаю? На какую конечную цель? Это тоже состояние осознанности. Итак, есть осознанность как состояние «я», то есть «я» и есть осознанность. И есть, и можно прийти к этому состоянию через наработку вот этих осознанностей через роли. Ну, вот такое мое вступительное слово, потому что и тренинг у меня называется «Осознанность через роли». Может быть, более правильное его название было бы «к осознанности через осознание ролей в ролях». Но это уже нюансы, и сейчас я хочу вам предложить медитацию, которая очень хорошо поможет и состоянию, обретению состояния осознанности, обретению навыка осознания, которое поможет расширению сознания. А, собственно говоря, для чего нам нужно расширение сознания? Для того, чтобы мы больше чувствовали себя присутствующими даже здесь и сейчас. Для того, чтобы у нас было больше возможностей осуществлять то, что мы осознанно считаем главным в наших жизненных ролях. Итак, для начала давайте синхронизируемся. Что мы для этого будем делать? Мы будем делать вдох и выдох. На вдохе наше тело будет слегка отклоняться назад, на выдохе вперед. Вдох назад, выдох вперед. Вдох назад, выдох. в каждом из нас сейчас создалось намерение, сформулировалось намерение на осознанность, обретение этого состояния, на наработку навыков осознания каждого момента. Сформулировали намерение намерение на расширение своего сознания. Вдох слегка назад, выдох слегка. вверх. Вдох вверх. Вдох вверх. Мы все знаем о том, что наше тело многопланово состоит из физического тела. Давайте сейчас сконцентрируемся на своем физическом теле, прочувствуем свое тело, начиная с самих ступней ног. Мы чувствуем, мы зафиксировали свое внимание на ступнях ног, равномерно распределяем наше внимание по всему телу. Можем начать с того, что поднимаем эту свою фиксацию, и внимание выше к экрану, чувствуем экран, чувствуем колени, наше внимание, фиксация нашего внимания. Осознанно поднимается выше. Зафиксировали свое внимание на спине. Прочувствовали плечи. Осознанно зафиксировали внимание на ладошках рук. Осознанно зафиксировали свое внимание на своем лице. Внимание равномерно, осознанно, равномерно распределяем по всему телу, физическому телу. Сейчас мы можем положить ладошку правой руки на колено. Положите. И представьте себе, что вы положили ладошку на яблоко. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы активировать все наши каналы восприятия. Сенсорные. Мы ощущаем, чувствуем. Мы умеем воображать и представлять. Наша правая ладошка лежит на колене. Мы представили себе, и хорошо получилось, что это яблоко. Мы можем представить себе сейчас, буквально ощутить и почувствовать гладкость кожи в яблоках. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Мы можем прочувствовать хвостик яблочков. Может быть, он опирается в ладошку. Размеры яблока можем определить. И можем даже представить или ясно знанием. Увидеть, какого оно цвета. Но запах его можем почувствовать точно, прямо сейчас. Мы можем представить или вообразить его вкус. Мы активизировали наши каналы восприятия, сделав это осознанно. А сейчас мы можем перевернуть ладошку. Так? Словно яблоко положили нам на ладошку. Можем ощутить его вес. Сколько грамм весит это яблоко? Большой ли он? Вот так мы осознанно активизировали или активировали свои каналы восприятия. А сейчас еще раз ощутив свое тело. Ощущаем свое тело. Осознанно. Осознанно. Равномерно. Распределили все внимание по всему телу. И поработаем с энергетическими центрами нашего большого тела. В том смысле большого, что оно состоит не только из физического тела. Энергетические центры – это чакры. Нижняя чакра. Муладхара. Я – источник стабильности и активности. Следующая чакра. Сватхистана. Осознанно. Представляемый. Можем представить или увидеть ее цвет. Я – источник энтузиазма. Мы осознанно активируем наши энергетические центры. Я – источник энтузиазма. Следующая чакра. Чакра манипура. Мы осознанно активируем чакру воли и власти. Следующая чакра анахата. Я – источник любви. Я осознанно активирую эту чакру. Могу увидеть ее цвет. И наполняться ее энергетикой. Осознанно. Я – есть любовь, приятие, спокойствие, дружелюбие, миролюбие. Я – источник любви. Активировав анахату, активирую вишутку, горловую чакру. Осознанно. Можем увидеть ее голубой цвет. Я – источник творчества. Я – источник творчества. И наше воображение – это тоже творчество. Я – источник творчества и правды. Что такое правда? Это внутренние чувства того, что есть истинно, есть идеально. Активируем аджну. Чакра аджна находится в центре нашего мозга, скажем так. Я – источник знания. Я – источник осознанности. Следующая чакра. Чакра сахасрара. Активируем этот энергетический центр. Я – источник духовности, святости, связи с Божеством. Я – я есть Божественная. Теперь мы можем поработать с нашим ментальным полем. Мы успокаиваем наши мысли. Они становятся реже. Состояние без мыслей. Практически без мыслей. Ментальное поле. Мы осознанно наблюдаем, фиксируем свое внимание на ментальном поле. Мы принимаем ему. Доверяем ему. Но мы можем этим управлять. Так как нужно осознанно. Мысли. Замедляются. Становятся все. Реже. Реже. Сознание. Ясное. Мы можем дать какие-то осознанные установки своему ментальному. Быть управляем. Быть управляемым. Эмоциональное тело. Мы также равномерно распределяем ее. Наше эмоциональное тело. Гармонизируется. Пройдясь по всем нашим телам. Поработав. Но равномерно. Осознанно поработав. Над равномерным распределением. Нашего внимания. Над нашими полями. Мы можем сейчас. Сделать следующее. Мы можем представить и осознать себя. Здесь и сейчас. В комнате, где находимся. С теми, с кем мы находимся. Здесь и сейчас. Мы можем осознанно. Посмотреть. Или ощутить себя. Не только присутствующими в данном помещении, комнате. А присутствующими в доме. У кого частный дом. Представьте себя. Присутствующими. В своем участке. На участке. Кто живет в большом многоэтажном доме. Присутствующими. В этом принадлежащем. Этому большому многоэтажному доме. Я. И целый многоэтажный. Мой дом. Какое восприятие. Мы точно так же можем представить себя. На своей улице. Моя улица. Ощущение. Моя улица. Создаю осознанно. Это моя улица. Представьте себя идущими по соседнице. Или смежной улице. Осознанно. Прочувствуйте. Это моя улица. Это мой город. Это моя страна. Это моя страна. Еще шире. Это мой земной шар. А сейчас. А сейчас. Посмотрите на себя. Со стороны. Осознанно. Посмотрите осознанно. на те смыслы. На те смыслы, которыми вы живете. На те ценности, которые транслируются. Вами. Осознанно. Осознанно оценить. Для того, чтобы осознанно выбрать правильное направление. Режимы, действия, мысли, которыми мы можем управлять. Чувства, которыми тоже мы можем управлять. Отношения, которые мы тоже можем управлять. Представьте себе себя. Через месяц. Те осознанные решения, которые приняли сейчас. На выбор правильного направления. Осознанный выбор правильных смыслов. Соответствующих вашей истине. На осознанный выбор. Руководить своими мыслями. И своим отношением. Посмотрите, что изменилось. Что улучшилось. Что стало удовлетворять и радовать. А теперь посмотрите на себя через год. Какие мечты осуществились. Смогли ли вы осознанно управлять. Управлять. Своими мыслями. Своими чувствами и эмоциями. Своими смыслами. Или в соответствии со смыслом. Смогли ли вы его определить. И сформулировать. Насколько вы целостны и осознанны. Посмотрите, что вы сделали для этого. Где обучились. Прошли тренинги. Слушали медитации и вебинары. Думали, размышляли. Собирались. Становились собраны. Целостными как. А сейчас представьте себе себя в каком-то незнакомом городе. Может быть это город нашей страны. Или ваша страна. Но вы идете по незнакомому городу. Осознанно прочувствуйте. Это мой город. И если у вас получается. То вы в состоянии осознанности. В состоянии спокойствия. И в состоянии. Любви к миру. И знание, что мир любит вас. Представьте себе себя. В каком-то еще каком-то незнакомом городе. Другой страны. Другая речь слышится вокруг. Другой язык. Чувствуется другая аура. Городой страны. Аура. Это совокупность. Ментальных болей. Энергетических болей. И даже эгрегоров. Но. Скажите. Это мой город. И если у вас получается. То вы в состоянии осознанности. Приятия. Мира. Себя. Главное себя. Значит хорошо и осознанно. Проработалось. Все что можно. И ради чего. Была сделана эта медитация. А сейчас мы осознанно. Можем. Начать возвращаться здесь и сейчас. Постепенно чувствуем. Своё тело. Возвращаемся здесь и сейчас. Возвращаемся здесь и сейчас. Открыли глаза. Потёрли ладошки друг от друга. Вы можете слышать, как звонит мой телефон. Это только способствует вашему возвращению. Вздесь и сейчас. Та работа. Которую вы намеренно. Осознанно. Поставили себе. Слушая эту запись. Будет продолжаться в вас. В том темпе с той интенсивностью. Которая наиболее комфортно будет. Вашему уму. И вашему телу. И вашей жизни. Я желаю вам удачи. Бодрости. Здоровья. Управления. Своими состояниями. Прекрасного. А это значит. Всегда хорошего. Осознанно хорошего настроения. Успехов. Управления. Искусство. Прекрасного хозяйства. Управления. Осознанно. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...